Добрый день, уважаемые родители! Мы снова в нашей студии, и у нас рядышком, как вы видите, сидит знакомая вам доктор Люба, Гутен Морген фрау Люба. Гутен Морген, доктор. И мы продолжаем разговор о том, вернее, как продолжение того, что мы говорили в прошлый раз. И, кто помнит, мы остановились на изменениях, которые произошли уже здесь, произошли и с Любой. И вот хотелось бы спросить все-таки, а что же, более подробно так, а что же произошло с Ароном по приезде сюда за эти вот две недели, которые вы здесь? Подробно расскажу, разложу по полочкам и постараюсь уложиться в краткое время. Значит, начали мы с физического исцеления. Да, я немножко напомню, что в предыдущем интервью я рассказала о том, что у меня перестал болеть шов, он сильно уменьшился в размерах и в диаметре, он побелел, у меня ушли проявления гипотонии, низкого кровяного давления. Это то, что касается моего физического исцеления. Теперь поговорим об Ароне. Значит, с самого детства, с тех пор, как Арон стал ходить, он очень сильно косолапил. Это было так. И врачи в Германии, мои коллеги, сказали мне, что это тоже одно из проявлений нарушения развития, потому что все его тело было скованным, несмотря на все мероприятия, которые мы проводили. То есть мы водили его и к остеопату, и к ортопеду, он получал лечебный массаж. Ничто абсолютно не приносило результата. И я прекрасно своим умом понимала, что, возможно, физическое исцеление Арона начнет происходить тогда, когда начнутся изменения на его психоэмоциональном уровне, и когда произойдет какой-то определенный скачок умственного развития. Так оно здесь и произошло. Буквально через полторы недели нашего пребывания здесь усилиями специалистов центра, уважаемого доктора Аркадия, который наложил тейп на ступни Арона, усилиями Юсефе, которая определила, где именно кроется точка блокировки, которая вызывает косолапость, окрылась она в тазобедренных суставах, усилиями шлома хиропрактора. Арон сейчас уже практически перестал косолапить. Да, конечно, идя по улице, мне приходится ему напоминать, чтобы он расставлял ноги правильно. Да, это привычка, которая выработалась больше, чем за 6 лет. Да, это привычка. Но сейчас Арон практически перестал косолапить. Я уверена, нам осталось здесь еще быть неделю, что мы это окончательно победим. То есть дистанционно это не менялось, это стало меняться только по приезде сюда. Абсолютно. Да, вот это еще один элемент в разговоре о том, а надо ли приезжать. Да, именно так. Именно так, потому что только во время нашего непосредственного сеанса Юсефа она смогла определить, что блок стоит в тазобедренных суставах. С этим знанием мы уже пошли к шлома. Шлома разворачивала ему тазобедренные суставы. Вы накладывали тейп. И вот еще раз повторюсь, что только совместными усилиями и здесь, то есть при нашем физическом пребывании здесь, вот произошло вот это вот выздоровление. Очень многие вещи невозможно просто сделать на расстоянии. Абсолютно. То, что касается корректировки позвоночника. И почерка. Ну, этими я занимаюсь отдельно. Да. Почерка. То есть изменение человека через улучшение почерка. Ну, это совсем другой момент. Совсем другая песня, да. Тело перестало быть скованным. Тело перестало быть скованным. Это мышечный тонус, да. Он действительно будет уходить. И вот к вопросу о том, что, ну, даже не то, что предлагается, а что делают специалисты центра Бердавит по сравнению с теми специалистами, которые есть в других многочисленных центрах. Вот вы говорили о том, что вы с Аароном бывали в нескольких центрах, скажем так, которые пытаются, как бы, да, вот, говорить о том, что они какую-то коррекцию делают в Германии, в России, там где-то еще. Вот. И стоит это тоже достаточно недешево. Вот. И мы вот приходим к результату все-таки, да, вот к тем изменениям. Причем, я думаю, что те центры, в которых и побывали, это не неделя, не две недели. Это все достаточно. Ну, в Германии это происходит коррекция и поддержка практически постоянно. Я уже повторюсь, что мы получаем там эту помощь. Опять же, речь идет только о коррекции. Также и в России у нас была возможность получать какую-то реабилитацию в России в течение трех недель. Но нигде, я повторюсь, нигде, кроме как в центре Бердавит, речь не шла о полном исцелении. Ну, и вот мы говорим о том, что одно дело, когда идет речь, а другое дело, когда мы видим результаты. Абсолютно. Вот к этому мы возвращаемся. То есть, ну вот, а это физическое исцеление, скажем, да, физические изменения, которые за это время произошли у Аарона. А вот были ли какие-то изменения в других составляющих, в эмоциональном, в психологическом, в ваших взаимоотношениях внутренних? Вот об этом интересно. Абсолютно. Я начну, наверное, опять с себя. Израиль и специалисты центра Бердавит абсолютно раскрыли меня. Я очень долгое время не могла заплакать. Я очень долгое время не могла заплакать. И действительно, это должен был быть какой-то очень глобальный повод. И то я бы, наверное, сдержалась. Я привыкла, что у меня всегда все хорошо. На вопрос, как дела, я привыкла, как это принято в Германии отвечать Алис Гуд. Тем более в разговорах со своими родителями, которые живут от нас на очень большом расстоянии, чтобы их не расстраивать. Это тоже всегда все очень хорошо. И сама себя я убедила действительно в том, что плакать просто незачем, что нужно скрыть где-то глубоко в себе. И они ни к чему не изменят. Абсолютно какие-то эмоции. Максимум, с кем это можно обсудить, это муж. Скажем так. Здесь хорошо, когда с мужем можно обсудить. Как минимум, да. Да, неплохо. И здесь, в Израиле, я, конечно, раскрылась с этой точки зрения. Я плачу. Я плачу и по добрым поводам, и по хорошим поводам. Даже когда я вижу что-то трогательное на улице, какое-то проявление доброты или что-то. Я плачу. Да, вот я раскрылась и с этой точки зрения тоже. Как я уже начала рассказывать в предыдущем интервью, при приезде в центр Беер Давид, каждый родитель, каждая мама должна быть готова даже к неприглядной правде, которую ей здесь придется услышать. И к этому надо быть абсолютно открытой, потому что надо понимать, что люди работают очень много с другими людьми в таких очень глубинных сферах. И они видят себя. Это так. И вот специалисты центра Беер Давид увидели меня, показали мне, указали мне на мои страхи. Они увидели, как я внутренне скована и зажата. И я должна сказать, что мы работали в этом направлении. И уже, наверное, 90% какие-то свои страхи, о которых я даже не подозревала. Но они, тем не менее, были. И мешали. И очень мешали. На самом деле они мешали, они ушли. Причем... Прошу прощения. Я думаю, здесь важно добавить, что люди получают и опыт, и инструменты для того, чтобы вне зависимости от нас продолжать себя помогать и улучшать себя. Вот эта удыхательная техника, которую мы делали, комплексная. Да, да. То есть ты это можешь делать теперь в любой момент времени, кроме вождения машины. Хотя мы стараемся помочь людям в том, чтобы они сами в дальнейшем могли себя и поддерживать, и совершенствовать, и исправлять, собственно, немалую часть того, что мы делаем направлено именно на это. И вот эта вот скованность, страхи, которые были, они, наверное, не могли не сказаться в взаимоотношениях с Сароном и как бы вот опосредованно мешать ему исцеляться. Конечно. Потому что они тормозили, они сдерживали, он это не мог, не чувствовать. Абсолютно. И с Сароном, и с мужем это влияет абсолютно на все взаимоотношения в семье и с окружающими людьми. Сейчас, в данный момент времени, я чувствую себя абсолютно гармонично, я могу сказать так. А вот теперь вернемся вот к расслаблению, к тому, что вот появились слезы, появились вот такие ощущения, когда уходят страхи. И вот мне очень интересно поднять такой вопрос, он никогда у нас еще не вставал, но, наверное, пришло время, что появление центра Бердавит на земле Израиля, это вообще совершенно не случайная вещь. Ведь очень много центров по всему миру, в каждой стране, во многих городах, и там, может быть, и хорошие специалисты и так далее. Но вот, скажем так, ощущение того, что центр находится на святой земле, и ощущение того, что специалисты в Иерусалиме, в центре святой земли, так скажем. И вот, что специалисты этого центра это прекрасно понимают, и вот, скажем, сочетание вот этих двух факторов, оно наверняка как-то вот на тебя, вот как повлияло на тебя, да, вот так давай сформулируем. Не просто как-то повлияло, а очень глобально повлияло, уже даже не говоря о том, что сама земля Иерусалима, она пропитана святостью. Центр Бердавит организует очень комплексную программу, и по выходным это всегда выезд в святые места, где человек, несомненно, пытается приблизиться к Богу, несомненно, человек пытается открыть свое сердце для Бога, и позволить ему действовать в своей жизни. Вот возникает какое-то обновление, очищение. Абсолютно, это именно так. Это именно так, это еще один аргумент в пользу приезда сюда, на землю Израиля, в центр Бердавит. Потому что программа подобрана для каждого индивидуально, то есть, например, на прошедших выходных была программа для находящихся здесь людей, и кто-то пошел по святыням, находящимся в старом городе Иерусалима, это и церковь гроба Господня, и возможно... Это вот христианские, скажем, да, святыния. Да, 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 христианские. И симсуманские. Вот, я к этому и веду как раз. Ну, а кто-то поехал отдыхать на Мертвое море. С заездом в монастырь, да, то есть, программа подбирается индивидуально, она и развлекательная, она и очень насыщенная с духовной точки зрения. Это, несомненно, важно. Позволить Богу действовать в твоей жизни, в жизни твоего ребенка, управлять какими-то процессами, которые происходят в вашей жизни. И это спасибо за этот центр Бердавит, что он помогает людям раскрыться и с этой точки зрения тоже. Это очень важно. Скажи, пожалуйста, вот опять возвращаясь к такой трепещущей теме, и по отзывам, вот по комментариям, которые появились и в сети, и на ютубе, вот я так внимательно это все дело посмотрел, и я понял, что зацепило, вот так очень хорошо зацепило тему взаимоотношений в семье. Вот скажи, муж в Германии сейчас, он в курсе, он следит, он ощущает, что вы меняетесь. Как он реагирует, вот как ваш контакт происходит, как происходит ваша связь, и насколько он ощущает, что вы переменились, и насколько он вот, как бы, да, меняется, наверное, тоже через вас. Его изменения у меня пока не было возможности наблюдать, потому что я с радостью наблюдаю его общение с мужем по видеосвязи. — Арон. — Арона, да. Несомненно, Арон... — Что-то изменилось вообще? — Абсолютно, абсолютно. Арон стал совершенно по-другому общаться по видеосвязи, то есть если раньше он мог убегать от камеры, он видел, что я разговариваю с папой или с бабушками, со своими родителями, он мог из хулиганства куда-то убежать, он не хотел общаться, сейчас он сам подходит к видеокамере, говорит здорово, начинает рассказывать, как прошел его день. Естественно, папа задает ему наводящие вопросы, Арон, где ты был? И Арон уже может не просто односложно ответить, ну, там, например, в гостях, Арон уже может ответить на вопрос, что именно ты там ел, ел ты это с хлебом или без хлеба, там, что ты пил, вот так вот. — То есть идёт диалог. — Абсолютно, и я наслаждаюсь этим диалогом, и больше ничего не надо, и потом с мужем мы просто по факту обсуждаем, что вот да, это таки случилось, это произошло, и Арон стал гораздо больше позировать на камеру, чего раньше у нас тоже не было, и, как нам говорили специалисты в Германии, которые с Ароном занимаются, что это тоже придёт по мере улучшения умственного развития. Вот оно произошло именно здесь, на земле Израиля, в центре Биердавида, усилиями специалистов. Арон Старр гораздо больше позировать в камере, перестал убегать, и это классно. — Давайте сделаем небольшим переговором. — Да. — Давайте. — Спасибо. — Господин Эторилии,